Я прочитаю вам свой новый рассказ. Грантаед. Тоскливой осенью в уездном городе Энн на главной улице, где вдоль бульвара растут деревья, пусть даже и тополя, завелся Грантаед. Он вел преимущественно ночной образ жизни, днем же его видели сонным, свисающим вниз головой с большой ветки. Когда его беспокоили камешком, Грантаед раскрывал голубые глаза свои и ловкими движениями скрывался в листве. По рассказам очевидцев, это был средних лет мужчина в джинсах и пиджаке. Время от времени он спускался с дерева и отрабатывал деньги. Покажет раскрытую ладонь и скажет «Солнечная энергия – хорошо!» Или достанет из кармана самодельную бумажную мельничку на палочке от леденца и объявляет ветряная энергия. И забирается обратно на дерево. Там в уединении он поедал гранты. Гранты выглядели как медовые пряники, только имели сверху изображение доллара, начертанное сладким. И вот Грантаед сначала слизывал это сладкое, а потом принимался за пряник. За новой порцией Грантов он отправлялся обыкновенно ночью, облекая действия чрезвычайной таинственностью. Поговаривали, что Грантаед идет пешком на вокзал самыми тайными переулками. И там в полночь садится в тринадцатый вагон поезда номер три. Получает от проводника Сидорова наполненный Грантами мешочек, но с поезда сходит на полустанке Нехлюдовке. И там его ждет Черная Волга и отвозит обратно к дереву на главную улицу. И снова Грантаед лезет на ветки. Слух этот распространялся по городу, как плесень, заползал в уши, будоражил умы и достиг наконец самого проводника Сидорова. Сидоров огляделся вокруг и сказал, «Я невинно оклеветом», но ему не поверили. Один дядя даже постучал его по плечу и сказал утвердительно, «Ты сам Грантаед». Вскоре Сидоров увидел на столбах листовки со своим портретом и подписью, Грантаед с поезда Сидорова уволили, а в дворники не взяли. Тогда-то он понял, что надо обелиться. Сидоров отправился к дереву, на котором сидел Грантаед, и попытался стащить его за ногу. Но стянул лишь туфель, а в нем, около пятки, обнаружил сложенный доллар. Грантаед даже не попробовал вернуть обувь, лишь забавно покрутил полосатым носком. Сидоров сделал еще несколько прыжков, но ухватить Грантаеда не смог. Хотя был день, и светило солнце, и Грантаед был вял, а взор его даже бессмыслен. Когда же Сидоров сам полез на дерево, то получил в голову удар каблуком другой туфли. И со здоровенной шишкой отправился в травмопункт, в больницу. Но там его не приняли, сказав, что он Грантаед. Осень, тоскливая осень, тихо завыла ветром. Ночь проняла Сидорова холодом. Сидоров притаился за соседним деревом, когда на пустую улицу ступила нога в полосатом носке, а потом другая, обутая. Это Грантаед, исчерпав запас своих грантов, собрался тайными переулками идти на вокзал. Так гласила Малова. Сняв обувь, дабы следовать за ним совершенно неслышно, Сидоров держался от Грантаеда на расстоянии, но хорошо его видел. Вот Грантаед свернул в базарный переулок, вот полез через забор и очутился в другом переулке. Уже повеяло от вокзала запахом мазута, протянул в ночи поезд свистком, и тут Грантаед поднял крышку канализационного люка и, оглядевшись, скрылся в нем. Сидоров чуть ли не на четвереньках подобрался ближе. Вниз по круглому жерлу вели металлические скобы. Что там внизу? Сидит ли там во тьме главный Грантаед и раздает Гранты? Пусть не беспокоит читателей. Сидоров туда не полезет, и никто не узнает тайну привокзального подземелья. Сидоров возьмет тяжелый люк и поставит его на место, и будет оставшуюся ночь таскать к этому люку ржавые рельсы. И утром редкие прохожие в этом переулке будут дивиться странному сооружению из рельсов. А некоторые люди вроде бы даже услышат оттуда, из-под земли будто стучит кто гулка, или зовет кто. По главной же улице уездного города Энн ходил босой, вернее в одних носках, Сидоров. Показывал всем открытые руки и говорил, доказывал. Есть еще силушка? Есть! На лбу его переливался желтушным цветом огромный синяк. А когда наступил вечер, от него, оказывается, стал исходить свет, равный не тысяче солнца и не полной луне, но лампочке карманного фонарика. И этому чуду многие удивлялись. Как такое может быть? Но даже приехавшие из столицы ученые, посланцы Академии наук, не нашли этому объяснения. Потом из Сидоров пропала с ними тоскливая осень, и все замел белый снег. Только ходят люди по привокзальному переулку и слышат иногда, будто стучит из-под люка кто.